Всем привет! С вами Валерия Just Francais, и сегодня выучим 5 разговорных выражений, без которых вам точно не обойтись. Они все очень короткие, легко запоминаемые, и вы можете и должны использовать их в разговорной речи. И наше первое выражение это «quadneuf», «что новенького», которое очень часто употребляется при встрече людей друг с другом. Его другой эквивалент «quadneuf», «quadneuf», «что хорошего», например. «Quadneuf», «enzo», «bà rien de spéciale, je me suis enfin inscrit à l'école de conduite», «mais c'est génial, mes félicitations». «Что новое, enzo», «да, вроде ничего особенного», «я наконец-то зарегистрировался или записался в школу по вождению». Ну ты же прекрасна, я тебя поздравляю. Очень часто буква «e» с предлоги «de» выпадает. Именно это придает выражению еще большую неформальность. То есть «quandue», 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 «quandue». Выражение «2», «t'a mieux». Очень любят французы это выражение и очень часто его используют. Обозначает «heureusement» или «c'est bien comme ça», То есть, к счастью, так лучше. Например. Финалеман, Лора не приняла предложение об этой работе. Ну, так лучше, потому что она все равно никогда не будет бухгалтером. И она не сделана дословно, чтобы быть бухгалтером. Выражение три. Тампи. Тампи является прямым синонимом предыдущего выражения тамью. То есть, эх, жаль, тем хуже. Но у него есть два оттенка смысла, и мы очень явно их увидим на примерах. Итак, первый оттенок смысла мы увидим в предложении. Больше нет хлеба, жаль. То есть, например, мы не можем уже пойти за хлебом, уже поздно. Либо мы уже сидим за столом, и мы не встанем, и не пойдем в магазин. И магазины уже закрыты. И у нас даже нет возможности купить хлеба. Мы говорим, жаль, эх. И оттенок смысла номер два. Этот фермерский хлеб немного дороговат, но ладно уж, мы его купим. То есть, в первой фразе смысл действительно отрицательный, потому что хлеба больше нет, и мы уже его не купим, не пойдем за ним в магазин. А во втором предложении хлеб мы все-таки покупаем, несмотря на его дорогую стоимость. Выражение четыре. Это того стоит, это того не стоит. То есть, смысл данной фразы заключается в том, стоит ли результат затраченных усилий. Я не хочу проходить это обучение. Ну, прекратит, это того стоит. Это очень много тебе даст, ты увидишь. Не стоит идти на эту вечеринку. Я знаю, что там не будет праздника. То есть, мы не повеселимся. Обратите внимание, что в этом выражении используется глагол «балюар» – «иметь ценность», а не «вулюар» – «хотеть». Поэтому мы произносим именно «воу», а не «вы». И ни в коем случае не «садвюлюку». И последнее, пятое выражение «тюметонна». Используется, когда человек говорит что-нибудь очевидное. Ну, например. Я работаю уже 9 часов, я просто изможден. Ну, еще бы. Обязательно делитесь в комментарии, какое выражение вам было интереснее всего узнать. И помните, лучше 10 минут французского «но каждый день», чем 3 часа за раз, но раз в неделю. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, делитесь в комментариях вашими мыслями по поводу моего видео, и увидимся очень скоро. Абьята! Абьята!